Мы начинаем первый раунд, и я предлагаю вашему вниманию его темы, внимание, о женщины, обувь, награды и премии, отец и сын, все работы хороши и Эврика. Михаил, начинаем. О женщины 300. В этом оскароносном фильме героиня Бет Дэвис размышляла, для нас, женщин, карьера, пожалуй, одинакова, быть женщиной, вот и все. Фильм называется «Все о Еве». Обувь 300. Бывший игрок Ливерпуля Крейг Джонс 12 лет бился над их усовершенствованием и окрестил их свинячьими. Такой визг они издавали при испытании. Буцци. Верно, Михаил? Обувь 400. В 14 веке дворяне-модники, чтобы не падать при ходьбе, поступали с длиннющими носами обуви именно так. Они их закручивали. Что они их? Загибали вверх, вперед, закручивали. Ответ неверный. Прочтите внимательно вопрос. Поступали с длиннющими носами обуви именно так. Но если их закрутить, то возможен и обратный процесс. Михаил? Они подвязывали их веревочками к поясу. Совершенно верно. Только не к поясу, а к колену. К колену. Михаил? Обувь 500. В музее Виктории и Альберта выставлены туфли на платформе, в которых Наоми Кэмпбелл упала с подиума. На табличке значится «это предостережение». Допустим, не примерять их? Нет. Действительно, Кэмпбелл упала, имела потом массу неприятностей со здоровьем. На табличке написано «опасный для здоровья». Обувь 200. За 81 год эта московская фабрика выпустила 600 миллионов пар обуви. Количество в качество до сих пор не перешло. Скороход? Нет. Скороход не так долго существует. Парижская коммуна. Михаил? Отец и сын 300. По этой причине Петр Первый не передал престола любимому и желанному сыну Петру, рожденному Екатериной. Он скончался до смерти отца. Он умер практически младенцем, да. Отец и сын 400. Маленькому Карлуша отец подарил карандаш и поставил условие «не нарисуешь 20 лошадок, не получишь завтрака». Фамилия Карлуша? Брюлов. Да, Игорь. Отец и сын 500. Вернувшись в Ригу из экспедиции на Курилы, он показал отцу писателю повесть «Точка пересечения». Отзыв гласил «Две страницы хорошие, будешь писателем». Задорнов. Михаил Задорнов, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Все работы хороши, 300. Без нас и род человеческий прекратится. Отстаивала честь этой профессии Акулина Гавриловна в пьесе о похождениях Миши Бальзаминова. Сваха. Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ У женщины 500. Недолго женскую любовь печалит хладная разлука. Пройдет любовь, настанет скука, красавица полюбит вновь, уверял герой этой поэмы Пушкина. Цыгане. Ответ неверный. Это цитата из «Кавказского пленника». Дальше. У женщины 400. Позируя живописцу Миллету, натурщица часами лежала в ванне среди цветов. Простудилась и умерла. Кого она изображала? Офелию. Дальше. Все работы хороши, 500. В Голландии 17 века таких женщин приглашали на муниципальную службу с выплатой жалования и предоставляли бесплатное жилье с вывеской. Речь идет о повитухах, о кушерках. Дальше. Награды и премии 500. По этой причине Эрнст Неизвестный вместо заслуженного звания Героя Советского Союза получил четверть века спустя Орден Красного Знамени. Советский Союз перестал существовать. Нет. Если вы помните, он был в те времена в достаточно серьезном конфликте с Хрущевым. Дальше. А награды и премии 400. В прошлом году команда из этого города вернулась домой с тяжелым бронзовым бедуином. Призом за победу в гонке Париж-Дакар. Набережные Челны. Верно. Камазовская команда. Игорь, играйте. Награды и премии 300. Судя по этому замечательным, дивным, ласкающим ухо звукам, вы догадались, что вам достался код в мешке. Минус 600 у Елены, 400 у вас 700 у Михаила. Кому? Елене. Елене, играем. Голливуд стоимость 600. Будьте любезны, видео. Этот главный матч у Голливуда собирается стать дважды Зорро. Ведь он сыграл в маске Зорро и надеется сняться в Зорро без маски. Кто это, а? Я не знаю, но я предположила, что это Бандерас. У нас тема есть такая о женщины. Тема у нас есть такая о женщины. Вот мне остается послышать о женщины. Вы не знаете этого человека? Я предполагаю, что это Бандерас, но я не знаю. Ваше предположение мною принято как правильный ответ. Ура. Это действительно Антонио Нас-Бандерас. Продолжим. Без маски я бы узнала. Странно. Все работы хороши, 400. Эта героиня молодой гвардии была отнюдь не дилетанткой, но прошла специальную подготовку как разведчик и радист НКВД. Любовь Шевцова. Играем дальше. Реврика, 300. В центре механизации сельского хозяйства в Монпелье создана перчатка с датчиком. Коснувшись ею яблоко на дереве, можно определить это... Спелое оно или нет? Да. Реврика, 500. С 2005 года в Объединенной Европе у преступников должны возникнуть проблемы с ворованной наличностью. По этой причине. Банкноты будут оснащены специальными микрочипами. Дальше. Эврика, 400. Вес 27 граммов. Экран прозрачен даже при подаче сигнала, чтобы обезопасить пользователя. Можно смотреть видео или канал НТВ, например, даже по дороге на работу. Где разместили экран японские умельцы? В очках. Браво, Михаил! Отец и сын, 200. Его расстреляли в декабре 1953 года. А сына Серго, ученого-ракетчика, отправили в ссылку. Воспоминания об отце он опубликовал совсем недавно. Берия. Дальше. Все работы хороши, 200. Вам достаётся аукцион. У нас ещё начало игры. Можно порисковать. Ноль у Елены, 700 у Игоря. У вас, Михаил Владимирович, 1300. Номинал. 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 200. Что скажете Игорю Владимировичу? Вабанг. Вабанг, говорит Игорь. Играем с Игорем. Одну секундочку. Михаил Владимирович, можете изменить решение? Нет. Ну, воля ваша. Играем. По мнению древних греков, представитель этой профессии обязан сохранять, насколько позволит ему природа, свежий цвет лица и полноту тела. О какой профессии речь? Допустим, политик. Ответ неверный. Верный ответ врач. То есть я бы как раз подошёл. Ну, благодаря гримерам, конечно, да, которые работают над свежим цветом лица, но над полнотой тела уж сам я потрудился. Дальше. О, женщины, 200. Чемпионка Калгари конькобежка Криста Людинг в Олимпийском Сеуле развела с его помощью ещё большую скорость, но получила лишь серебро. С помощью велосипеда, увы, поздно. Дальше. Награды и премии 200. На премьере недоросля в частном театре Книппера в Петербурге публика выражала одобрение метанием на сцену этих увесистых предметов. Кошельки с деньгами они бросали на сцену. Дальше. Эврика 200. Детскую книжку по астрономии можно читать под звёздным небом, сверяя прочитанное с увиденным. Ведь она напечатана такими красками. Светящимися. Да, Михаил. Подведём итоги первого раунда. Ноль у Игоря, ноль у Елены, полторы тысячи у Михаила, а впереди второй раунд. А мы вновь в студии. Мы разыгрываем второй раунд. Хотелось бы напомнить и вам, обожаемые игроки, и вам, дорогие телезрители, о том, что по правилам нашей игры, тот игрок, которому посчастливится выиграть три игры подряд, получает золотой приз Эрих Крауза. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенная россыпью драгоценных камней. Тот же из вас, кто в сегодняшней игре займёт второе место, получит поощрительный приз Эрих Крауза. Это полный набор канцелярской продукции для одного рабочего места, от клея и эластиков до степлеров и архивных папок Эрих Крауза. Я предлагаю вашему вниманию темы второго раунда. История спорта, поэты о себе, всюду жизнь, игры и игрушки, московские театры и композиторы. Прошу вас, Елена, начинайте. Всюду жизнь 400. Исполнитель опасных трюков Дэвид Блейн провёл без еды шесть недель в стеклянном ящике над Темзой и трое суток в такой глыбе на Таймсквер. Льда. В ледяной глыбе, да. История спорта 600. 70 лет назад на горно-лыжном празднике в Свердловске прошли соревнования по двум новым для СССР видам спорта. Одним из них был слалом. Назовите второй. 70 лет назад. Биатлон, может быть? Нет. Прыжки с трамплина. Московские театры 600. Одна из 120 звёзд этого театра зовётся Редиской за пристрастие к вкусному овощу. Наверное, это театр Дурова. Нет. Это театр кошек. Театр Куклачёва. Дальше. Игры и игрушки 600. Богородское бельё издавна изготовляется мастерами подмосковного городка Богородска. И представляет собой именно такие деревянные игрушки. Бельё в данной ситуации белые, нераскрашенные игрушки. Дальше. Всюду жизнь 600. Учёные установили, что размножению этого огромного организма ежегодно способствует весеннее полнолуние, при котором замедляется течение. Планктон? Нет. Большой барьерный риф. Дальше. Поэты о себе 600. Всё живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был... Кем же мог быть Сергей Есенин по его собственному признанию? Актёр. Нет. С рифмованием у вас всё в порядке, а со знанием Есенина нет? Ну, наверное, Карманникова, Карманный Бор. Вы знаете, цитата не точная, но я у вас её принимаю. То, наверное, был бы мошенник и вор. Запомните точную цитату и вперёд дальше. Поэты о себе 800. Когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. Кого учил смелости Николай Гумилёв? Матросов. Нет. Читателей. Произведение называется «Мои читатели». Дальше. Елена. Композиторы 600. Ход в мешке. Михаил и Игорь. У Михаила 500, у Игоря минус 600. Минус 600 у вас, Елена. Кому? Михаилу. Михаил, играем с вами. Тема «Автомир. Стоимость 500». Будьте любезны, покажите нам, пожалуйста, картинку. Никогда эта старомодная машина не устареет, как не стареют бриллианты и соболя. Авторов цитаты не спрашиваем. Машину назовите. Роллс Рой. Конечно. Играем дальше. Московский театр 800. Из-за этого бедствия театру имени Маяковского пришлось отложить премьеру братьев Карамазовых. Хотя и приглашение уже разослали. Он сгорел. Театр. Ну, не совсем сгорел, но пожар там был. Дальше. Поэты о себе тысячи. Он ничуть не преувеличивал, когда писал. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Мандельштам. Верно. Елена, вы лидер, между прочим, на данный момент? Ну. Поэт о себе 400. Что мне гамлетовые подвязки, что мне вихрь соломейной пляски, что мне поступ железной маски, я еще пожелезней тех, писала она в поэме без героя. Ахматова. Верно, Михаил. Лидер у нас поменялся. Одну секунду. Московские театры. Тысяча. Это детище, культ отдела ЦК профсоюза железнодорожников, известно москвичам как театр на рельсах. Он раньше, по-моему, и назывался театр Министерства путей сообщения. Театр Гоголя, неподалеку от Курского вокзала, он находится дальше. Московские театры 400. Им руководит не директор, а начальник в звании генерал-майора. Театр Российской армии. Да. Московские театры 200. Театр Аперетты не пожелал возвратить этому театру его филиал. Зато совсем рядом с основным зданием отстроили новое, роскошное. На самом деле, театр Аперетты всегда располагался в помещении филиала Большого театра. Дальше. История спорта 400. Он достаёт жгод в мешке. 1200 у Елены, 1800 у вас и минус 600 у Игоря. Так, Елене. Елена, играем с вами. Тема для вас вполне подходящая, по-моему, мир искусства. Вы рады, да? Стоимость 700. Будьте любезны, фото. Этот основатель мира искусства оставил нам не только великолепные иллюстрации к медному всаднику и пиковой даме, но и собственный автопортрет... Бенуа. Конечно! Александр Бенуа, дальше. Всюду жизнь тысячи. На дне Северного Ледовитого океана немецкие микробиологи нашли самый маленький микроб, паразитирующий на них. На более крупных микробах. Дальше. Игры и игрушки 800. Уверяют, что эту знаменитую книгу афоризмов Ларош Фуко написал по богатому опыту соломных игр 18 века. Ларош Фуко. Максимы. Дальше. Поэт о себе 200. Бегу от самого себя, ищу забвенья, но со мной мой демон злобный, мысль моя, и сердце места нет покою. Этот поэт имел в виду вовсе не Чайльд Гарольда. Байрон. Конечно, Михаил. Дальше. Всюду жизнь 800. Биологи изучали процессы их зарождения и отмирания, наблюдая в микроскопы за нематодами, прозрачными червячками длиной с миллиметр. Клетки. Верно. Михаил. История спорта 800. Дважды в истории Кубок Европейских Чемпионов по футболу в финале оспаривали две команды одной страны. В прошлом году Ювентус и Милан, в 2000-м эти... Хотя бы страну никто не рискнет назвать. Испанские клубы Реал и Валенсия. Дальше. Михаил. История спорта 200. После войны борьба, уже известная как сам и самос, разделилась на спортивную и боевую и обрела это нынешнее название. Сумо. Нет, конечно же, это неверный ответ. Боевое и спортивное сумо. Как вам правило? Михаил. Самбо. А это правильный ответ. Играйте. История спорта 1000. На открытом чемпионате по лёгкой атлетике 1960 года он стал первым в истории иностранным чемпионом США. Валерий Брумель. Был вариант. Подведём итоги второго раунда. Минус 600 у Игоря, 1700 у Елены, 3000 ровно у Михаила. Впереди третий раунд. Мы вновь в студии и мы разыгрываем третий раунд. Прежде чем начать третий раунд, я с удовольствием напоминаю о том, что спонсор нашей программы торговая марка Эрих Краузе. Это современные офисные и канцелярские принадлежности. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, ручки, папки и другие канцтовары Эрих Краузе обеспечат максимальный комфорт в вашей повседневной работе. Темы третьего раунда. Учение, свет, пути дороги, ошибочка вышла, запахи. Не только о птицах, и вам, курманы. Прошу вас, Игорь, начинайте. Учение, свет, 1500. Слава юного Моцарта не давала покоя этому придворному музыканту. Поэтому он заставлял сына Людвига часами сидеть за клавесином даже по ночам. Бетховен, Людвиг, вам. Дальше. Учение, свет, 1200. Этот советский поэт, некогда изгнанный из литературного института, все-таки получил диплом года за три до собственного семидесятилетия. Евтушенко. Продолжим. Учение, свет, 900. Именно это Марк Шагал преподавал бывшим беспризорникам в детских трудовых колониях «Малаховка» и «Третий интернационал». Допустим, рисование. Конечно. Пути дороги 1500. Этот глава государства уже посетил более ста стран, преодолев свыше миллиона километров. Папа Римский, Ян Павел II. Верно. Пути дороги 1200. Вам достается код в мешке. 1800 у вас, понеплохо начали третий раунд. 1700 у Елены и три ровно у Михаила. Кому? Елене. Елене, играем с вами. Тема «Плавали. Знаем. Стоимость 900. Будьте любезны. Видео». Назовите, пожалуйста, порт назначения «Куда так и не прибыл Титаник». Куда он шел? Ох, ну я предположу, что... Нет, ну в Нью-Йорк. Нью-Йорк, совершенно верно. К выражению лица вашего он понял, что вы просто угадали. Нет, я хотела сказать, что Сан-Франциско, но подумала, что ему придется огибать через Северный Пульс. Конечно, конечно, в Нью-Йорк он шел. Дальше. Ошибочка вышла, 1200. Лет 30 назад римский клуб в докладе «Пределы роста» предсказал, что землянам ее хватит от силы лет на 30. Ныне ясно. Поспешили с выводами. Пресная вода. Нет. Нефть. А вот это правильный ответ. Михаил. Пути дороги 900. В Подмосковье в скором будущем появится десяток скоростных платных дорог. Этих стационарных сооружений на дорогах не предусмотрено. Постов ДПС. Берегай. АПЛОДИСМЕНТЫ Учение Свет 600. Это парижская школа, построенная по приказу Людовика 15-го, образует единый ансамбль с Марсовым полем. Военная школа. Продолжим. Пути дороги 600. По этой дороге Иисус нес свой крест на Голгофу. Путь скорби, Виадолорозе. Дальше. Не только о птицах 900. Этот фильм стал первой совместной советско-американской постановкой и получил приз кинофестиваля в Венеции. Синяя птица. Верно, Михаил. Играйте. Не только о птицах 600. Хозяин такого победителя международного кубка Дрочуна получает 60 тысяч долларов призовых. Собаки. Да вы что? Петух. Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Не только о птицах 300. Это охота. В Объединенных Арабских Эмиратах королевское занятие. А для любого шейха еще и вопрос престижа. Соколиная охота. Верно, Игорь. Ошибочка вышла 1500. Герои этой английской экранизации русского романа кружились на балу подвальс на сопках Маньчжурии. Написанной много позже. Война и мир. Нет. Анна Каренина. Нет. Евгений Онегин. Дальше. Запахи 1500. Именно он придумал название букет России для изысканного парфюма, разработанного не для продажи, а для подарков самым желанным гостям столицы. Лужков. Да. Михаил. Ошибочка вышла 600. Почти половина опрошенных россиян. Он полагала, что это две разных страны Европы. Голландия и Нидерланды. Дальше. Ошибочка вышла 300. В городе Лахте некто, выйдя на свободу, добился от тюремных властей по 50 евро компенсации за сутки. Что же произошло? Он пересидел. Он пересидел определенный срок. Верно, он пересидел 107 лишних дней из-за административной ошибки. Вам гурманы 600. Лет 70 назад на показательных обедах в Харькове и Москве было представлено 130 блюд из нее. Суп, бочек, котлеты, голубцы, хлеб, кофе, сыр, шоколад, пряники. Картошка? Да нет. Кофе из картошки. Соя. Верно, Елена. Запахи 1200. Вам достаётся аукцион. Номинал. Номинал. Говорит Елена, уверен, у вас конец третьего раунда. Вы хотите побороться с вашими соперниками, или нет? Хочу. Хотите, да, но тем не менее говорите номинал. Хорошо, более ваше. Что скажете, Михаил Владимирович? Пусть играет. Поразительно. А я могу поднять ставку? Можете. Ва-банк тогда. Играем. В 18 веке немецкий врач Альбрехт фон Галлер справедливо разделил все запахи на эти два типа. Приятные и неприятные. Браво. Елена, играйте. Вам, гурманы, 1500. Соревнуясь за приз, золотой бакюз, повара со всего мира в первом туре колдовали над форелью, во втором над бычьими хвостами. А кто учредил приз? Сам бакюз. Французский повар Поль Бакюз. Да. Игорь... Не только о птицах 1500. Именно эта часть тела помогла австралийскому очковому пеликану попасть в книгу рекордов Гиннесса. Клюв. Да, самый длинный клюв по отношению к телу. Игорь, вы вышли из минуса. Ага, это хорошо. Не только о птицах 1200. Эта белая чайка русской сцены создала непревзойденный образ чеховской чайки Нины Заречной. Комиссаржевская. Да, Вера Фёдна, Комиссаржевская. Дальше. Вам, гурманы, 1200. Этот способ приготовления продуктов издавна был известен россиянам, только называли его прижением. Жарение во фритюре называли прижением. Дальше. Вам, гурманы, 900. По решению Европейского суда, оба этих продукта по-пармски могут отныне производиться только в самой парме. Ветчина. А второй продукт? Сыр. Браво. Ошибочка вышла, 900. На вечеринке ленинградской богемы случайный гость, глядя на танцующих, спросил у Андрея Битова, кто эта вульгарная рыжая баба. Что тут ответил? Да это, собственно, моя жена, ответил Битов. Играем дальше. Запахи 900. Аромат этого горького плода, произрастающего на острове Кюрасау, присущ и одноимённому крем-ликёру. Горький апельсин, померанец. Что ж, подведём итоги третьего раунда. 1200 у Игоря, 5500 у Елены и 7500 у Михаила. Впереди финальный раунд. А мы разыгрываем финальный раунд. Елена, Игорь, Михаил, вы видите перед собой 7 вероятных тем нашего финального раунда. И давайте по традиции выберем одну из них. Игорь, назовите мне, пожалуйста, тему, которая по тем или иным причинам вас не устраивает. И мы её тут же уберём. Страшная красота. Убрали эту тему. Елена. История Европы. Спасибо. Михаил. Мысли об искусстве. Нет такой темы. Небо зовёт. Убрали. Цифры числа. Нет и такой темы. Михаил, выбирайте. Игра слов. Играем тему. Зрелище. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Пока игроки делают свои ставки, я напомню тебе зрителям о том, что согласно правилам нашей игры, тот игрок, которому удастся выиграть три игры подряд, я подчёркиваю, три игры подряд, получит замечательный приз. Золотой приз Эрик Краузе – это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Ставки сделаны, компьютер их запомнил, и я предлагаю вопрос. Внимание. Это зрелищное предприятие основано в городе Сан-Диего, штата Калифорния, в 1916 году. Ныне посетители лишены права свободного передвижения по нему и глазеют из подвесного вагона специальной дороги. Время. 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 Время истекло. Я жду ответов. Сначала ответ Игоря Петрова. Нет ответа. Странно. Мне казалось, что это лёгкий вопрос. Ставка. Спасибо, Игорь. Ответ Елены. Зоопарк, конечно же. Конечно же, зоопарк. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, совершенно не обязательно говорить, «Оу, я был в Сан-Диего». Нет. Можно догадаться, легко догадаться. Елена, ваша ставка. Три тысячи. И сейчас Елена лидирует. Главное, чтобы для победы Михаила, главное сначала дать правильный ответ. Посмотрим на ответ. Зоопарк. Правильный ответ. Теперь всё зависит от ставки. Она должна быть больше тысячи. Ставка. Три шестьсот. И Михаил побеждает нашей сегодняшней игре. Игорь, большое вам спасибо. Елена, нижайший вам поклон украсила нашу игру. Михаил, поговорим о перспективах. Одну игру вы уже выиграли. Сейчас выиграли вторую. Вы имеете право подойти к нашему вращающемуся подиуму в центральной части нашей студии и проверить три брелока на наличие на них ключей. Кроме того, давайте посчитаем, сколько выиграл Михаил Владимирович в нашей прошлой игре. Нам добавили эту сумму. Итого выиграли 24 тысячи 400. Вы знаете, что в нашей игре можно также купить право, да, проверить брелок за деньги. Из расчёта 10 тысяч за один брелок. В данной ситуации у вас есть 24 тысячи, что позволяет вам купить право проверки двух брелоков. Если вы продолжите играть в следующей игре, вы получите право проверки ещё трёх брелоков и ещё деньги. Однако же, если проиграете, лишите всего. Ваше решение? Одну секунду. Позвольте положиться. С чем вы там решили свериться? С монеткой? С монеткой? Да. Пожалуйста. Это не запрещается. Быстрее. Играю дальше. Вы играете дальше. Ну что ж, дорогие друзья, в нашей следующей игре мы встречаемся с экспертом-криминалистом майором Михаилом Караваевым и двумя новыми игроками. Огромное вам спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин